В последнее время наблюдается жуткий дефицит крутых научно-фантастических фильмов. Из-за засилия комиксов объяснять природу существ, событий и явлений фантастики стало не модно. И в таких условиях Нетфликс ворвался с очень крутым, но незаслуженно пропущенным широкой публикой научно-фантастическим боевиком спектральный анализ. В котором мир столкнулся с серьезной угрозой под названием Аратар. Невидимыми существами, которых сначала приняли за неупокоенных духов, порожденных войной. Но по факту оказавшихся созданиями ученых, спроектировавших живое оружие, чья природа имеет очень внятное и интересное научное объяснение. Вы на канале Валай Балалай и сегодня вы узнаете все про гиперспектралов Аратар. Из крутейшего научно-фантастического боевика спектральный анализ от Нетфликс. Перед тем как мы начнем, напоминаю, что лучший способ поддержать мой канал это купить любую игру в магазине Epic Games Store по моему тегу Валай Балалай. Работает это так, вы выбираете любую игру и перед оплатой справа внизу в поле введите тег автора, вписываете название моего канала Валай Балалай. Таким образом, вы не тратите ни копейки лишних денег, но часть суммы идет не злым издателям, ленивым разработчикам или ненавистному магазину, а мне в белом пальто и на коне. Лично я больше всего жду три игры, которые в скором будущем появятся в магазине Epic Games. Это The Outer Worlds от Obsidian, который обещает сделать игру, которая вернет ощущение от настоящего Fallout, The Sinking City, созданную по произведениям великого и ужасного Говарда Филлипса Лавкрафта и, конечно же, Cyberpunk 2077. Ссылки на эти игры я оставлю в описании. Огромное спасибо всем, кто таким образом поддерживает канал. А мы начинаем. Давайте для начала обрисуем общую ситуацию, чтобы вы поняли, при каких обстоятельствах появились Аратар. В Молдавии идет гражданская война. Если с научными объяснениями квантовой физики у авторов все в порядке, то вот с географией не очень. Действия фильма происходят то ли в альтернативной реальности, то ли в условиях терминальной стадии географического кретинизма, так как действия фильма происходят в той части республики Молдова, которая граничит с Россией. Однако есть маленькая проблемка. Чтобы Россия граничила с Молдавией, нужно убрать небольшое препятствие, более тысячи километров, которое известно под названием Украина. От такого сценария кисель от удовольствия закипел, а Соловей выдал недельную норму поноса. Так вот, там идет гражданская война, а местные ученые, работающие на режим, тратят миллиарды долларов в год на разработку вооружения. ВВП Молдавии на 2017 год – 8 миллиардов долларов. По непонятным причинам в эту заварушку вмешиваются американцы и посылают туда своих спецназовцев, один из которых отбивается от группы и встречает нечто, чего никто никогда раньше не видел – призрака, которого видно только через камеру особого спектра. Дух нападает на солдата, мгновенно убивая его. Так как камера, установленная в очках спецназовца, передавала все в штаб, американцы отправляют в зону боевых действий ведущего ученого доктора Клайна из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, или, если кратко, DARPA, так как очки с камеры – его разработка. Местные жители верят, что эти духи, которых они называют Аратар, – это порождение войны, призраки умерших, застрявшие между жизнью и смертью, не способные обрести покой. Впервые Аратар, или гиперспектралы, начали убивать на территории столичной электростанции Масаров. Тела убитых имеют одинаковые следы. Смерть наступала мгновенно, а их кожа была изъедена и сожжена, будто кислотой. Внутренние органы заморожены. При этом ни на одном из трупов не было пулевых ранений. Изначальная версия ЦРУ, что эти духи – на самом деле вражеские солдаты, облаченные в активный экспериментальный камуфляж. Аратар визуально похожи на призраков, и именно из-за этого многие считали их мифическими духами, порожденными войной. Они имеют человеческие очертания, но их тела будто перетекают сами в себя и состоят из подобия эктоплазмы. При нападении они издают воющие звуки и могут проходить сквозь стены, что еще сильнее убедило местных жителей в том, что это мифический Аратар. Отряд Юта, одно из подразделений американского спецназа, перестал выходить на связь, и по предварительным данным, в этом были виновны именно Аратар. И для понимания ситуации, Клайн с другим отрядом отправляются на выручку и изучение. Из Юты выжил только один – сержант Комсток, который несколько часов прятался под перевернутой керамической ванной, в то время как один из Аратар находился в комнате рядом с ним и все это время не трогал его. Ситуацию Комсток описал так. Остальные наверху, но их больше нет. Под их кожей я видел одеяло, как замороженное одеяло. Они все мертвы. Мы все мертвы. Американцы называли этих существ гиперспектральными аномалиями или просто гиперспектралами, из-за того, что их можно было увидеть только через камеры особого спектра. Вскоре после обнаружения трупов бойцов отряда Юта, Аратар напали и сразу же выяснилось, что пули, выпущенные из винтовок М4, не причиняют им никакого вреда. Было принято решение использовать более внушительное вооружение, но даже выстрел из ручного противотанкового гранатомета не остановил гиперспектрала. Каждый из Аратар мог с легкостью справиться с целой группой хорошо вооруженных и подготовленных солдат. Они не щадили ни бойцов спецназа, ни ученых, ни детей. Казалось, будто бы они убивают любое живое существо на своем пути, не обращая внимания, на какой стороне те сражаются и сражаются ли вообще. Они были способны двигаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям, однако не летали и не левитировали. Они не только убивали живых людей, но и буквально сминали тяжелую боевую технику. Например, один гиперспектрал несколькими ударами вывел из строя тяжелый танк Абрамс М1, сильно помяв его броню. На самом деле, Аратар, как вы уже могли догадаться, это никакие не призраки. Их создали военные ученые на электростанции Масаров, которая была переоборудована под научный комплекс с производственными линиями. Каждый из нас на уроках физики слышал про агрегатные состояния вещества. В зависимости от сочетания давления и температуры, объект может быть твердым, жидким, существовать в форме газа или плазмы. Но эти четыре агрегатных состояния основные, и кроме них есть еще и другие, гораздо более редкие состояния. Например, конденсат Бозе Эйнштейна. Агрегатное состояние, до недавнего времени существовавшее лишь в теории. Оно было предсказано Альбертом Эйнштейном на основе работ великого индийского ученого Сатьендры Надбозе. Конденсат Бозе Эйнштейна – это агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю, меньше миллионной доли Кельвина. В таком сильно охлажденном состоянии достаточно большое число атомов оказывается в своих минимально возможных квантовых состояниях. И квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне. Путем замедления атомов с использованием охлаждающей аппаратуры получается сингулярное квантовое состояние. В 1995 году первый Бозе-конденсат был получен в Объединенном институте лаборатории астрофизики путем охлаждения газа из атомов рубидия до 170 нанокельвинов. За это, кстати, ученые получили Нобелевскую премию по физике. На основе этих исследований и были созданы Аратар. Ученые сканировали людей на молекулярном уровне, после чего буквально печатали их копии из конденсата Боза Эйнштейна на производственных линиях электростанции Массеров. Электростанция была выбрана не случайно, так как для исследований и производства требовалось колоссальное количество энергии. Параллельно с этим на других линиях печатались головной мозг, спинной мозг, а также нервная система, которые помещались в отдельных камерах и управляли поведением Аратар. Самое страшное заключалось в том, что и тело, и разум Аратар брались у реальных трупов. Их сознание и тела оцифровывались, а после распечатывались, создавая искусственных людей из Боза Конденсата, разум которых заключался в своеобразную тюрьму, а сами Аратар по факту были рабами и невольным оружием. В результате неизвестного инцидента половина камер была разбита, а Аратар вырвались на свободу, убивая все на своем пути. То есть местные жители, верившие в духов Аратар, ошибались, но в чем-то они все равно были правы. Гиперспектралов действительно породила война, и они в своем роде находились между жизнью и смертью, не имея возможности обрести покой. Они могли думать, чувствовать боль, учиться и ненавидеть. Для того, чтобы бороться с гиперспектралами, в первую очередь их нужно было видеть. На первых порах для этого использовались камеры особого спектра, разработанные Управлением перспективных исследований проектов Министерства обороны США. Позже на их основе были созданы прожекторы, излучающие очень короткую длину световой волны, что позволило увидеть Аратар невооруженным глазом. Так как Аратар целиком состоят из конденсата Боза Эйнштейна, они способны проходить через другие объекты, но есть исключения – железо и керамика. Барьеры из железной стружки или керамическая облицовка служили непроходимыми преградами, через которые Аратар пробраться не могли. Например, вокруг одного из убежищ была рассыпана металлическая стружка, не позволявшая им ворваться внутрь. А экипаж танка Абрамс М1 спасла керамическая облицовка корпуса, хотя сам танк во время атаки гиперспектралов сильно пострадал. Какое-то время основным оружием против Аратар были самодельные гранаты, начиненные металлической стружкой, которая на какое-то время останавливала гиперспектралов, позволяя спецназу продвигаться по враждебному городу. Впрочем, стружка не убивала Аратар, а лишь тормозила их, причиняя им боль. Более эффективным способом борьбы стали плазменные винтовки, снаряды которых были разогреты до температур, достаточно высоких, чтобы рассеивать боза конденсат. Впрочем, позже выяснилось, что и это окончательно не уничтожало Аратар. Сами тела будто плавились от выстрелов, но вскоре останки собирались в единый хаотический вихрь, состоявший все из того же боза конденсата. Окончательно Аратар удалось уничтожить, только прервав нейронную связь между мозгом и телом. Разрыв связи и прекращение нейронной активности привели к окончательному распаду конденсата Боза Эйнштейна и прекращению существования гиперспектральных Аратар. Если вам понравился ролик, поддерживайте меня лайком, подпиской и покупайте игры в магазине Epic Games, вводя мой тег в Алай-балалай. А если смотрите ролик через ВКонтакте, то делайте репост. Спасибо за просмотр и доминует вас географический кретинизм.